Говорит Черкесск Официальная хроника В работе Совета приняли участие министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, руководитель Рособорнадзора Сергей Кравцов и другие. Подробный комментарий сразу после выпуска «Вестей». Премьер-министр Карачева-Черкесии Руслан Казаноков провел заседание правительства республики, на котором рассмотрено 8 вопросов. Члены правительства утвердили план мероприятий по обеспечению соблюдения органами исполнительной власти в Карачева-Черкесии и органами местного самоуправления, исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства. В парламенте Карачева-Черкесии состоялось заседание Экспертного совета Народного собрания по вопросам осуществления мониторинга действующего законодательства и правоприменительной практики в субъекте. Обсуждаемые вопросы касались мониторинга права применения действующих социально значимых законов субъекта, о бесплатном предоставлении участков гражданам, имеющих трех и более детей, о ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста от трех лет, и на отделение органов местного самоуправления, муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями и т.д. Вы слушаете Радио России, Карачаева-Черкесия. В связи с чем администрации Зеленчевского района был причинен материальный ушиб в размере более 564 тысяч рублей. В рамках осуществления общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел представители Общественного совета при МВД Республики посетили изолятор временного содержания отдела внутренних дел Черкеска. После инструктажа общественники осмотрели помещение ИВС и прилегающую к нему территорию, а также ознакомились с условиями содержания задержанных. В целях подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2016 года Главное управление МЧС России по Карачаевой Черкесии утвердило рабочие группы по подготовке решений, направленных на борьбу с лесными пожарами и их предотвращением, а также организована комиссия для проведения проверок готовности муниципальных образований к пожароопасному периоду. Вы слушаете Радио России Карачаева Черкесия. Выступление состоится в концертном зале Республиканской филармонии. В станице Староживой Зеленчевского района будет построен новый дворец культуры. Объект появится на месте здания бывшего кинотеатра, построенного в начале 60-х годов XX века и признанного аварийным. Строительство учреждения культурно-досугового типа будет осуществлено в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. На базе Республиканской детской библиотеки имени Сергея Никулина открылся передвижной этнографический центр. Напомним, в 2015 году это учреждение стало обладателем гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в размере 1 миллиона рублей на реализацию проекта «Мы рождены, чтобы жить совместно». На базе этнографического центра будет вестись кружковая работа, направленная на изучение истории своей республики и знакомство детей с традиционными ремеслами народов Карачаева-Черкесии. Центр станет основой для краеведческой исследовательской работы детей, читателей сельских, школьных и детских библиотек. Для него закуплено более 500 книг по истории, культуре, национальным традициям народов Карачаева-Черкесии и Северного Кавказа. Общерную развлекательную программу с участием ростовых кукол и клонов устроили волонтерские организации для воспитанников Карачаева-Черкесского детского дома-интерната «Забота». Аниматоры-клоны Клепа и Мальвина после представления полуторачасовой программы, унесшие ребят в сказочную страну, устроили для них увлекательные игры и конкурсы. В веселых представлениях и викторинах ребята с удовольствием принимали участие, поддерживали друзей аплодисментами и искренними улыбками. После насыщенного времяпрепровождения сотрудники фонда в территории милосердия и организации «Добра» раздали ребятам различные сладости и угощения, фрукты и напитки. Вы слушаете Радио России, Карачаева-Черкесия. К другим вестям. Федеральная служба государственной статистики объявила о проведении в 2016 году сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса по итогам 2015 года. Перепись пройдет во всех 85 регионах России. В наблюдении примут участие субъекты малого и среднего предпринимательства, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Специалисты компании «Газпром» газораспределения «Черкеск» завершают строительство двух уличных газопроводов с установкой пункта редуцирования газа в западной части аула Псавчадахи Хабельского района. Работы ведутся в рамках республиканской программы газификации. На сегодняшний день все строительно-монтажные работы завершены. Уложено около 2000 метров в подземных полиэтиленовых газопроводах и установлен пункт редуцирования газа. Территориальная избирательная комиссия и отдел образования Карачаевска провела Олимпиаду по вопросам избирательного права и процесса среди учащихся десятилетных классов средних школ Карачаевского района. Пять команд состязались в знаниях избирательного права России, в тестировании и разборе ситуационных задач. В Центральной библиотеке Карачаевска прошел тематический вечер, посвященный 30-й годовщине самой страшной техногенной катастрофы XX века – аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 26 апреля 1986 года. Сотрудники библиотеки подготовили для участников вечера видеофильм, рассказывающий о хронологии и последствиях взрыва на АЭС. Вы слушаете Радио России, Карачаево-Черкесия И о спорте. Подмосковном Раненском прошел чемпионат России по армрестлингу, в котором приняла участие сборная Карачаева-Черкесии, в том числе и представители Карачаевска. Бэлла Батчаева, чемпионка мира среди юниоров, завоевала золотую медаль весовой категории 50 килограммов. Бэлла – мастер спорта. В 16-летнем возрасте она стала двукрадной победительницей первенства мира. Она также двукрадный победитель первенств Европы и России, серебряный призер чемпионата Европы и, к тому же, лейтенант полиции. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Местами небольшие дожди. В горах с мокрым снегом. Утром местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 13. В горах плюс 2, плюс 7. В горах Карачаево-Черкесии слабая лавина опасности. В Черкесии без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11. Уважаемые слушатели! С 21 марта 2016 года программы всех редакций Республиканского радио теперь можно услышать на официальном сайте нашей компании gtrk.kcr.ru Оставайтесь всегда с нами на канале Радио России и на нашем сайте gtrk.kcr.ru На этом информационный выпуск радио Карачаево-Черкесии «Вести» подошел к концу. С главными новостями в студии была Булду Байрамукова. Я прощаюсь с вами и желаю вам удачного дня и хорошего настроения. А эфир продолжит информационно-музыкальная программа «Республика». Не переключайтесь! Редактор субтитров А.Семкин